Пошли, не душно? Нет, все хорошо, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Еду сегодня загорать. Дожидаюсь тишиной и спокойствием. Всем доброе утро. У нас сегодня по плану поездка в Выборг. А еще мы хотим съездить на какие-то озера искупаться в дюну. План такой. Посмотрим, что у нас получится в результате. Как показывает практика, не всегда все происходит как мы планируем. Едем и удивляемся, насколько много красивых мест у нас в России. Мне кажется, что если бы мы такое увидели месяца два на Гавайях, мы бы так же удивились и так же подумали, вау, как красиво. А это здесь у нас под Питером. Мы очень голодные, конечно, приехали. Сейчас будем кушать. Сели, если честно, в первый попавшееся кафе. Такое немножко в средневековом стиле. Сейчас Петя что-то закажет. Первый факт о Выборге, кто не знал. Здесь очень популярны вот такие вот крендельки. Это считается местная кухня, местная отличительная особенность. Обязательно, я думаю, что мы его попробуем. Итак, что мы с вами знаем про город Выборг? Кроме того, что он маленький, очень красивый, очень такой исторический. Раньше он принадлежал шведам, правильно? Правильно. Правильно. И в этом городе осталось очень большое количество достопримечательностей, домов, памятников архитектуры с 15 века, правильно? И здесь очень много различных красивых магазинов, кафе, выполненных в стиле как раз таки средневекового искусства, средневековой кухни и с акцентом на все средневековое. Выглядит это очень все колоритно, красиво, атмосферно. Вкусно тебе? Угу. Мягенький такой. Очень жарко, мы идем в парк Монорепо. Бери на эту плашку, у тебя не бесит? Бесит, конечно. Если честно, мы уже так устали. Мы просто, зато смотрите, как здесь красиво. Честно говоря, честно говоря, очень жарко, просто мы как будто в Египте. Я приехала... Не перепивай меня, сколько можно? Я сейчас увижу парковку там, понесешь меня. Я хотела приехать в Выборг, чтобы поесть крендельков. Кренделек съеден. В целом делать здесь больше мне нечего. Но для галочки, так как мы ехали три часа, надо сходить еще в парк. Вот мы у него идем. Я, наверное, отказываюсь. Сейчас все сколько там стоит, но в очередь еще стоит. Я тоже не хочу в очередь стоять. Я и не особо-то люблю парки. Мы решили все-таки купить билеты и зайти в этот парк. Ворота красивые. Мне кажется, здесь на полградуса свежее, чем на улице. Тут действительно, кстати, послежее. Потому что жара неимоверная. А мы приехали в царство-государство или царство-королевство на выходные. С осенками пахнет. Значит, здесь имеется. Мы заселились и идем осматривать территорию. Идем смотреть, что у нас имеется здесь. Воркаут. Сегодня погода такая немножко пасмурная, но ничего страшного. Зато комфортно гулять. Наше проживание включено в спа. И завтра с утра мы туда пойдем. Ресторан. Я бы на улице посидела. Интересно, можно на улице сесть? Я думаю, да. Просто стулья мокрая. Ресторан называется Шишкин кафе. Давайте посмотрим, что здесь есть. Какие красивые пельмешки. Выглядит классно. Подача классная. Такое вот здесь за городом доброе утро. Никого. Мы вышли, чтобы пройти перед завтраком наш стандартный кружочек вокруг поселка. Прогуляться. Здесь так все красиво, тихо, спокойно. Завтрак по меню ресторана, где мы вчера ужинали. И здесь можно выбрать два блюда. Это, кстати, не они. Это просто комплимент. Мы выбрали по два блюда на человека, которые достаточно сытные и внушительные. Мне интересно, как мы будем это все съедать. Но приятно, потому что завтрак включен, и он достаточно большой. Что же мы будем делать с нашими четырьмя блюдами на двоих? Ну что, блюдо номер один. Желайте нам удачи. Ну что, как мы и предполагали, вот второе блюдо. Петя уже еле справляется. Мое второе блюдо вот здесь. Потому что это очень много. Тем временем у нас в нашей деревне распогодилось. Погода наладилась. Как-то очень резко. Красота. У меня будет сто пятьсот одинаковых кадров. Это мы пришли к костру. Костра, разумеется, пока нет. Но мы здесь просто чилим. Наслаждаемся красивым видом. А мы... Сегодня у нас понедельник. И мы идем в ресторан Мона. Мы там никогда не были. Ехали на самом деле сейчас в Балаган. Но решили в Монтан пойти в ресторан Мона. Неудачно села. Сейчас видно. И так, наконец-то, мне принесли мой овощной салатик. И тартар. Слушайте, вот паста Качи и Пеппи здесь выглядит круто. Здесь так много соуса. И она всегда без пругрыша врет. Смотри, давно соус. Очень круто, реально. Давно лежало. Очень много соуса. Мой тартар был нормальный, но картошка была холодной. А мы пришли перекусить на московский рынок. Это тоже такой фудмол. Похожий на Василиостровский. Мы здесь редко бываем. Но сегодня мы были в этом районе и решили перекусить здесь. Сейчас покажем вам, что мы заказали. Вот, кстати, какая-то сеть бургерных. Я никогда про нее не слышала. В первый раз вижу. Ну что, наш выбор на сегодня. Ты расскажи, что вообще мне лучше про эту кассу? Healthy Milk. Healthy Choice. То есть, таково я учу. Я сама не умею правильно питаться. Ира умеет правильно питаться. Я постоянно жру. А сейчас я худею. Сейчас мы худеем. Мне кажется, что самая вкусная итальянская кухня в Петербурге это в кафе Италия на Бакунино. Вот. Самая-самая вкусная. Запоминайте. Десерт в мороженое. Лимончелло. И что-то еще. Очень вкусно. Ну что, мы с вами сейчас направляемся на фестиваль, который называется Одиссея. Он будет идти два дня. Сегодня первый день, суббота. Это музыкальный фестиваль, состоящий из четырех сцен, четырех музыкальных направлений. Я даже не знаю, что. Ты почему повседневно пришла? Нет, тут тоже. Вы классный. Ну что, мы уходим с Одиссеи. Время 22 часа. Где Одисситы мы оказались, да. Но я хочу рассказать свои впечатления об этом мероприятии. Как и пять лет назад, меня это мероприятие всегда поражает. Я такого никогда не видела на других каких-то вечеринках, фестивалях. Это уровень подготовки людей, которые приходят на эту вечеринку. Мы, естественно, приехали без костюма, потому что это мы... Мы никак не подготовились, мы не подготовили костюм. А на этом фестивале есть дресс-код. Всякие такие какие-то фантазийные костюмы, каждый раз приуроченные к разным темам. И в этом году это была тема дуб Пушкина. То есть эльфы, нимфы, водяные друиды. В общем, все, что связано с какими-то сказочными персонажами. И какое же огромное количество людей мы встретили, которые были одеты очень стильно, очень красиво, очень удивительно. Вот мы просто, на самом деле, наверное, провели два часа, разглядывая людей, разглядывая их костюмы. Это действительно выглядит супер профессионально, супер стильно, супер со вкусом, уместно, красиво. Вот прямо достойно каких-то мероприятий типа Мэтт Галла. В общем, я под впечатлением. Это очень круто, что люди так любят это мероприятие, так к нему готовятся, что очевидно, что они тратят не один месяц подготовки ради вот этого вот уикенда. Какие классные упаковки, десертов, забыли сахар. Вы, наверное, нас не узнали, потому что мы преобразились, конечно, до неузнаваемости. Сегодня мы... Кто мы сегодня? Мы сделали все, что мы могли для того, чтобы более-менее соответствовать мероприятию. У нас вот такие вот веночки. У Петра декора больше. Это, как видите, потрясающий венок, просто руками сотворенный Матерью Петра. Напомню, мы едем на Одиссею. Конечно, это нельзя сказать какой-то полноценной подготовкой, но мы решили на второй день чуть больше, так скажем, постараться и чуть больше соответствовать этому мероприятию. Поздравляю! Спасибо! Прижди идем! Не пришлось! Приори! А ты была приезжая? Приори! 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 Слышите, какая тишина! Я заметила, что я не снимаю вам такие бытовые вещи. Не снимала и не следует начинать. Ну что, продолжаем наш репортаж. Сегодня суббота. Я иду на йогу. Я стала ходить на йогу. По-моему, об этом я еще во влоге не рассказывала. Это мое такое новое увлечение. Оно тоже связано, наверное, с тем, что я поймала очень большое перенапряжение в июне и поняла, что больше так продолжаться не может, что мне нужно в свою жизнь... Господи, что он орет, а? Что мне нужно в свою жизнь внедрить какие-то моменты по восстановлению своего ментального здоровья, по восстановлению баланса. И я стала ходить на йогу. Там я, конечно, ничего не снимаю, потому что я не понимаю, как люди могут снимать во время занятий. У меня, если честно, это не получается. Я сегодня иду в таком луке, в панамке, потому что невозможно ходить без головного убора. Я хожу пешком, я хожу пешком много. Я не езжу на транспорте практически. Если мне идти куда-то там час или полтора, я всегда иду. Но сейчас лето, очень жарко, голову реально напекает. Самочувствие из-за этого не очень, потому что жару я переношу хреново. Приходится вот носить такие аксессуары. Ну что, я закончила свою йогу. Иду по традиции в балаган. По традиции буду брать свой любимый салат. Будет у меня такой здоровый обед. Хочу рассказать вам про свой самый любимый район Питера. Это Петроградская, Чкаловская, Горьковская. Вот этот вот, так сказать, треугольник. Ничего не могу с тобой поделать. Все мои дела почему-то все время в этом районе. Я обожаю гулять по этому району. Я обожаю сюда приходить на йогу, на массажи. Какие-то еще какие-то у меня дела здесь. Танцы постоянно. В общем, что-то у меня именно в этом районе. И я хочу здесь жить. Вот что я вам скажу. Но найти здесь квартиру очень сложно. Нам сейчас нужно переезжать. Я катастрофически не хочу уезжать далеко от этого района. Просто почувствуйте, какая здесь тишина. Несмотря на то, что сейчас выходной день. Мы раньше жили в центре на Лиговском. И это был просто кромешный ад. Толпу народу. Кто знает, тот знает. Ужасный район. И в противоположность этому району. Мой любимый район. Это Малая Пушкарская, по-моему, улица. Здесь просто всегда тишина. В общем, мы ходим либо в балаган есть салаты, либо в кино. Сейчас мы пришли на Покажи мне Луну. И взяли вот такой вот попкорн. Фруктовый микс. Ни разу не брали попкорн. Вот с таким вкусом. Хотя всегда, когда ходим в кино, берем попкорн. Обычно сырный или карамельный. Наш флог становится опасно предсказуемым. Мы снова в том же месте. Мы снова в балагане. И снова мы ждем ту же еду. Наш сериал продолжается. Серия номер 155. Снова дофамин. Снова балаган. Сегодня у нас 3 августа. На улице холодало. Идет дождь. А мы с вами едем в Эрмитаж в Питере. Огромное количество людей на Дворцовой площади. Мне кажется, мы здесь редко бываем. Там я не готова была снимать. Там я хотела выжить. На Невский проспект лучше вообще не выходить летом. Мы немножко опаздываем. Поэтому бежим. Фламандская живопись у нас крупная. И, знаете, все, что мы уважаем человеком. Это как раз кабинетные живописи. В нескольких поколениях были художники. В плане, вот смотрите, какие-то там палаты. Тут какие-то есть. Тут абсбургов. А, бонус. Да, и... Матиканты. Ну, оказаться. Ну, кабинет эти... И бытовой живописи. Да, потому что в лавках непременно есть как-нибудь. Ну что, мы закончили нашу выставку. В общем, мы в ресторане Джером за маленьким таким столиком. Наши места такие маленькие. На самом деле, мне кажется... Ну, мы единогласно с Петей пришли к выводу, что эта выставка немножко высосана из пальца. Потому что там небольшое помещение. Несколько картин, про которые нам рассказывали два часа. Это достаточно долго. Нам рассказывали подолгу практически про каждую картину. Нам показалось, что это время можно было бы сократить. И качество выставки, качество экскурсии не пострадало бы. И артишоки. Это соус из пармезана. А у Петти – качо и Пеппо. Так, блюдо номер два. Треска с помидорчиками и солипедным. Сегодня суббота и мы пришли поесть чего-нибудь сладенького. Это мачо чизкейк, а это меренга с лимончиком. И что, вот этот десерт, это мачо чизкейк, он очень-очень вкусный. Мы пришли в Бикицер и будем сейчас есть? Да, будем есть. Ура! Так, и мое второе блюдо. Пекс сегодня меня подвел и почему-то он отказывается есть, поэтому мне придет сейчас доесть салат и съесть вот это вот все. Но я справлюсь. Итак, Ирина, мне осталась одна, я ей помог. Он помогал мне, я ей не помогал особо. Немножко помог. Очень вкусно в Бикицере. Ну что, мы пришли за добавкой, мы все еще в Новой Голландии пришли в серф-кафе, будем есть десерты. Пирога. Что-то как-то скромненько. Ну это не вечер еще. Это еще далеко не вечер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.